Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артем. И задумал я один мега-проект. Будем собирать с вами небольшой сервер для хранения данных. И все это мы, как говорится, будем делать в прямом эфире на моем YouTube-канале. Здесь у нас вы видите некоторые компоненты системы, которые мы будем использовать. В частности, это кулер от Zalman 7PS 11X, материнка от Gigabyte, процессор. Но начнем мы свой обзор не с этого. Убираем сторонку, все лишнее. И героем нашего обзора будет хранилище нашего сервера. Вообще, зачем я его собираю? Во-первых, это хранить все мои многочисленные данные, в частности, видео. И, во-вторых, ради интереса, ради образования, я установлю туда операционную систему Windows Server 2008 R2. Есть у меня лицензионная операционная система Windows Server. И как раз хочется мне в ней более подробно разобраться, установить ее на отдельную физическую машину и, как говорится, поиграть с настройками. А диск мы будем с вами использовать не совсем обычный. Это гибридная технология от Seagate. Здесь применяются классические магнитные пластины в совокупности с 8 гигабайтами быстрой флэш-памяти. Десктоп SSHD, как компания называет этот диск. В данном случае это моделька на 4 терабайта ST4000DX001. Вот как выглядит сам диск. Поставляется в довольно стандартной антистатической упаковке. Давайте откроем и посмотрим на сам диск поближе. Вот как выглядит сам накопитель, плата и непосредственно сам диск. Внешне он не особо отличается от своих классических собратьев. Ну а теперь посмотрим непосредственно на его производительность, на скорость записи чтения и на скорость загрузки обычной операционной системы. Я установил диск в систему и он отображается у нас в оснастке управления дисками. Здесь, соответственно, мы сможем его отформатировать, как нам нужно, и задать букву диска. Как зайти в эту самую оснастку управления дисками? Очень просто. В панели управления в поиске ищите слово администрирование. Далее управление компьютером заходите по ссылочкам. Далее запоминающие устройства и далее управление дисками. Вот слева мы как раз в них и находимся. Здесь у нас диск 3. Как раз он у нас определился. Это наш 4-терабайтник от Seagate. Я отформатировал его в файловой системе NTFS, задал букву диска X. И все это делается через правую кнопку мыши. Перед тем, как нам будет доступно форматирование, система предложит нам выбрать стиль разделов нашего диска. И сейчас покажу, как это будет выглядеть. Открою скриншот соответствующий. Мы можем здесь выбрать либо MBR, либо GPT. Я выбираю GPT. Вы же можете выбрать MBR, в зависимости от того, для чего вы будете использовать этот жесткий диск. Я сюда буду ставить потом операционную систему из семейства Windows 8 для теста. И поэтому я выбираю здесь GPT. Окей, сам диск у нас теперь отображается в системе. Мы можем это проверить. Заходим в проводник, вот X. Наш диск в свойствах. Мы можем посмотреть его размер. Все здесь отлично отображается. Ну и теперь давайте приступим к тестированию. А прежде чем приступим к тестированию, сначала зайдем в программку CrystalDiskInfo, версия 6.1.12 в данном случае. Самое последнее. И посмотрим непосредственно на характеристики носителя. Программка отображает нам версию прошивки, серийный номер, интерфейс. Здесь у нас применяется 4 магнитных пластины по 1 ТБ. Скорость вращения шпинделя 5900 оборотов. Кэш здесь у нас 64 МБ и 8 ГБ быстрой флеш-памяти. Температура диска 29 и общее время работы его всего лишь 2 часа. Вот таким образом. Ну и давайте теперь тестировать. Тестировать мы будем с помощью нескольких программ. Это CrystalDiskMark, HDTune. И программку мы будем использовать Terracopy, которая будет засекать время копирования тех или иных файлов на носителе. Итак, поехали. Результаты теста в HDTune 2.55. По каким-то причинам программа не определяет, что диск размером 4 ТБ, а всего лишь 2.1. Ну, я думаю, это из-за того, что программка написана достаточно давно, насколько я помню, в 2008 году. Именно версия бесплатная 2.55. Ну, а Pro она платная, и, конечно же, версии там обновляются намного-намного чаще. Тем не менее, нам удалось протестировать скорость диска. Средняя скорость это 143.2 МБ в секунду, максимальная 173.3, и минимальная не падала ниже 90 МБ в секунду. Задержка доступа 12.8 мс. Загрузка процессора всего 3.9%. В CrystalDiskMark версии 3.03-X64 мы получили следующие результаты. 116 МБ для чтения и 149 МБ для записи. Теперь скопируем файл размером 21.9 ГБ на наш диск. Нажимаем копировать. Это фильм. Переходим на диск X и нажимаем вставить. Использовать будем программку TerraCopy для максимальной скорости копирования. Итак, копирование файла у нас завершено. Вот здесь у нас есть лог. 141 МБ в секунду. Запись у нас производилась. И всего лишь за 2 минуты 40 секунд файл скопировался. Напомню, файл размером 21.9 ГБ. Теперь наоборот скопируем файл с нашего жесткого диска на сторонний носитель. И нажимаем вставить. Файл у нас скопировался, и мы проверили таким образом скорость чтения, так как мы с диска копировали файл на внешний носитель. И файл скопировался за 2 минуты 44 секунды со скоростью 137 МБ в секунду. Я установил операционную систему Windows 8.1 на диск. И сейчас посмотрим, за какое время компьютер у нас включается и за какое время система завершает свою работу. Итак, сейчас я включу компьютер. Я только что нажал на кнопку, и у нас компьютер включился. Все, система у нас загрузилась. Теперь мы посмотрим, за какое время у нас произойдет завершение работы. Выключение и завершение работы. Все, система у нас выключилась. Как вы видите, все происходит достаточно быстро. Никаких задержек, никаких тормозов нет. В итоге мы получаем с вами достаточно скоростной жесткий диск. Еще раз повторю, скорости, которые мы получили при копировании файла почти в 22 ГБ. Запись произошла на накопитель всего лишь за 2 минуты 40 секунд. И чтение с диска всего лишь за 2 минуты 44 секунды. Диск сбалансирован. Несмотря на свою отличную производительность, он не шумит, не греется. Во всех тестах его температура не превышала 31 градус. Конфигурацию компьютера, в котором диск был установлен, то есть корпус, вертушки, которые там были, вы сможете посмотреть в описании к этому ролику. Также диск отличается низким энергопотреблением. Всего лишь 7,5 Вт. У типичных 4 ТБ дисков это значение обычно 9-11 Вт. В обзоре у нас был 4 ТБ, есть также еще на 2 ТБ и на 1 ТБ. У всех дисков кэш 64 МБ и 8 ГБ быстрой флеш-памяти, которая позволяет ускорять какие-то различные типичные задачи, в частности запуск определенных приложений тяжелых, старт и завершение работы операционной системы. Что касается стоимости, то по стоимости данный диск стоит ровно столько же, сколько его классические собратья. В данном случае 4 ТБ на модель, в среднем стоит около 7000 рублей. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте и пока-пока!